Доброе утро! Доброе утро! В следующем году отмечаете 500-летний юбилей. С каким настроением подходите к дате? Настроение замечательное, потому что это очень серьезный праздник. 500 лет – это настоящий юбилей. Район с приставкой «Самы»? Один из самых. Один из самых больших в Брестской области. Один из самых крупных по населению. Программа государственная, в рамках которой был построен как Ледовый дворец, так и плавательный бассейн. И это послужило точком развития этой территории города. Ну и плюс в прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию новый стадион на тысячу мест. И здесь сформировался настоящий кластер. Он и спортивный, он и культурный. И на базе этого организована детско-юношеская спортивная школа и также ДИСУШОВ. Была критика. Настроили ведовых и творцов. Критика, наверное, она всегда была и будет. Если разговаривать с молодыми семьями или теми многодетными семьями, которые вводят сюда детей, они двумя руками за, и они говорят, что это должно быть. Как бы это дорого не было, но мы, как местная власть, мы должны нести эту социальную нагрузку. Вообще район в 1947 году, когда организовывался, на базе трех районов, трех разных областей. Это Косовский район Брестской области, Бытинский район Барановичской области, Теликанский район. Получается три зоны. Три зоны совершенно разными климатическими условиями. Как это не парадоксально говорить в рамках одного района, но это так. И если Теликанская зона – это болото, это блеереванные земли, это торфянники, то Косовская зона – это так называемые панские земли, у нас называют. Это одна из лучших земель в нашем районе. Ну и самая сложная – Бытинская зона. Мы это понимаем, принимаем все меры, чтобы исправить ситуацию. Там земли одни из самых бедных, песчаные почвы. Мы сейчас находимся на одном из крупнейших предприятий в этой отрасли. Был переломный момент. Сегодня это завод «Робот». Да, это завод, на конвейере которого не присутствует человек. Человек сидит в пультовой, который управляет всеми процессами. Это первый завод, который по программе модернизации был сдан в эксплуатацию. И он сейчас достаточно эффективно работает. При плановой мощности 250 тысяч кубов, мощность превышена более чем на 30%. Оставляет порядка 320-330 тысяч за 2017 год. И это не дым, а пар? Это не дым, это пар. Пыль осаждается на стенках, и водяной пар выходит в атмосферу. А порядка 6 тонн ежесуточно пыли сжигается для нужной производства. Его вклад в историческое развитие увековечен в разных уголках мира. Но именно здесь родился тогда уж Костюшка. Есть ли кто-то сомневается, в Косовском костюле хранится копия метрической книги? Так оно и есть. В 2003 году были проведены раскопки, был найден настоящий аутентичный фундамент. И на этом месте была воссоздана усадьба Марачовщина, где родился и провел первые 7 лет своей жизни Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшка. Год еще по сути периодически начался. Уже мы превысили поток прошлого года, если брать денежные выражения. Это характеризует то, что людям это интересно, люди сюда едут. Ну и, конечно же, усадьба Марачовщина, она сама по себе не одна такая хорошая. Рядом еще есть дворец Пусловских. Больше не руина. После долгих лет реставрации замок наконец открывает свои двери для посетителей. Давайте мы вернемся все-таки к истории. На земле, прославленном нашим земляком Тадеушем Костюшко, в начале 19 века, Пусловский принял решение построить дворец. Красивое место. И вот замок был построен. Это замок единственный в своем роде. Он построен в стиле неоготики, с элементами других архитектурных стилей. В ноябре месяце 2017 года первый посетитель переступил порог этого объекта. Какова была наша цель? Не показать экспозицию, хотя это тоже мы показываем. Цель была показать, что ведется реконструкция, и чтобы люди увидели, и даже своими руками потрогали вот тот кирпич, с которого был построен этот замок. Есть места для возведения замков выбирали. Особенно. Да что тут говорить, Ольга? Посмотрите сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова